Здравствуйте, друзья, и не только! Меня попросили записать видео, описывающее едальни Ванкувера. Я сейчас нахожусь в таком достаточно спальном районе. Это так называемая оконечность Ванкувера. Здесь в основном трех- и двухэтажное здание. Рядышком находится метро. Мы сейчас проследуем до метро. Я покажу вам, как много разных заведений встретятся на моем пути. А потом я поеду в даунтаун, то есть в главный исторический и бизнес-центр Ванкувера, и мы посмотрим, как дела обстоят там. И вы своими собственными глазами через мою камеру убедитесь в том, что в Ванкувере можно и нужно вкусно и бюджетно поесть, а можно и небюджетно. В Канаде распространена сеть заправочных станций Husky вот с такой милой эмблемой собачки. Вы можете видеть, сколько стоит самообслуживание по покупке литра бензина. Доллар 49.9 центов. И, конечно же, рядом с каждой заправкой есть маленький супермаркет. Ну как, относительно маленький. И там можно всегда втридорого приобрести что-нибудь на скорую руку. Хот-дог, мороженое, что-нибудь попить. Пользуется популярностью, потому что работает допоздна. Ну, конечно, вы будете за все это переплачивать. Но иногда там проходят акции. Можно купить, например, 3 бутылки литровой воды за 3 бакса. А дизель стоит 1,3390. Вот так вот валяется баночка с пинет-баттером. В Канаде, так же как и в США, существует организация для мальчиков и девочек школьного возраста. Называется Скаут. И вот такой вот дом-скворечник для них построен на оживленной трассе. Перед вами знаменитый Деннис. Американская и канадская сетка, где можно ужасно позавтракать с жирным беконом, противными сосисками и яйцами с тостом безвкусным. За 10-15 баксов. Совсем скоро у метро откроется очередная китайская едальня. Она обещает быть достаточно вкусной, интересной, разнообразной, но в принципе дороговатой. Большое такое помещение они собираются арендовать. Что здесь можно будет покушать? Где мсамы? Секут и хот-пот, где можно будет окунуть в горячий бурлящий котел, мясо, всякие грибочки, ну и так далее. Вот как он будет выглядеть. Делишес, обещают они. Недавно у метро открылась Панагау пицца. Очень вкусно, но по отдельности кусочки купить нельзя. Поэтому на контрасте рядом с ней, напротив, открыли фреш-слайс, где можно купить кусочек пиццы буквально за 2 доллара по акции. На таком маленьком пятачке у метро умещается огромное количество забегаловок и ресторанов. Вот, например, еще один. Китайский. Напротив китайского ресторана находится тайский. По отзывам говорят, место не очень вкусное. Так что мы туда не пойдем. Сетка магазинов ТНТ. В ней тоже можно покушать и достаточно бюджетно. Вот какие завалы внутри. Выбирай все, что хочешь. От экзотики до каких-то очень простых вещей. Естественно, всякие бакчои. Сейчас отправляемся туда, где можно набрать разные еды. Суши, 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 суши. Роллы, 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 роллы. Горячая еда. Набираешь коробочку на вес. Буфет. 6,50 маленький, 9,50 большой. Разные виды мяса. Курица тут коптится. Булочки в процессе. Я ошиблась, они стоят 89 за 6 штук. Assorted steamed buns. На пару делаются. Китайская пекарня обычно очень невкусная. То есть все эти булочки, хлеба, кексы и так далее. Но это только на любителя. Очень-очень эксклюзивного азиатского любителя. Естественно, как же без Subway и Starbucks. Ну, что тут объяснять про них? Наверное, ничего. Рядышком. Dublin Crossing. Как бы акцент, конечно, на Ирландию. На самом деле здесь можно не только попить Гиннеса и зеленого пива к Сейн Патрику. Послушать музыку и так далее. Здесь любое местное можно пиво выпить. А если не хочется переплачивать, то рядышком, пожалуйста, liquor store. Заходите сюда. В общем, обилие выбора. Внизу национальная кофейня Tim Hortons. Опять же, еще одна, потому что рядышком, как я уже сказала, Starbucks. А Tim Hortons очень популярен. Туда заходят за Double Double. То есть двое сливок, два пакетика сахара. Любимая американцами A&W. Я раньше знала эту сетку только по Root Beer. А сейчас здесь можно даже съесть вегетарианский бургер. Я в центре города. Открыли уже кофейни и ресторанчики на верандах. Потому что плюс 12 сегодня. Смотрите, как в Питере зонтики, только сами видите. Естественно, китайские. Вот так вот примерно выглядит даунтаун. Здесь уже, конечно, побольше высоток, побольше современных зданий. Друзья, я решила пройтись по улице, где просто зашкаливает концентрация всяких разных баров, ресторанов, сбегаловок. Вот, пожалуйста, да, заходи, хэппи ауэр, ешь. Но здесь не так много народу. Куча всяких брюверис, да, где можно хорошее местное пивко выпить. Ну, сами видите, вот реально вся-вся-вся улица. Сегодня суббота, два часа дня. Хотите в суши, хотите в какой-нибудь китайский ресторан. Хотите во вьетнамский, хотите в филиппинский. Можно даже, например, зайти в сетку Earls. Итак, я учу французский. Шучу, конечно. Очень любят канадцы свой листочек кленовый, он везде фигурирует. Ничего себе я наткнулась на красивый фонтанчик, ни разу его не видела. Слышите, как фички поют? Весна! Пользуясь случаем, доказательства пришедшей весны. Окей, вышли на набережную. Вот, пожалуйста, хотите мороженое, пицца, кафе, в общем, что угодно, итальянское. Отйти на яхте, закатнуться, выйти в открытое море, пожалуйста. Дальше, что у нас здесь? Фенси-шмэнси, Hurricane Grill. О, еп, breakfast. Мне нравятся такие названия. В России бы они явно не прокатили. Толпа жующих, пьющих. Видите, винный бар. Ой, как громко, молодцы. Как в Италии. Обалдеть! Пиацинты! Запах просто ошеломляющий. Некоторым людям очень сильно повезло. Представляете, у них вот на первом этаже есть такой выход с балкона. Вот на собственную такую маленькую территорию. Можно грилек поставить. Рядышком свою машину припарковать. А если пройти чуть дальше, вот туда, там вода, там море. Такие вот классные здесь дома. Хорошие соседи. Такой приятный центр. Некоторые пожилые люди стоят в очередях, чтобы получить здесь бесплатное социальное жилье. Привет, я Стив Хуй, и у меня сегодня открытый показ квартиры. Окей, ну очередной Старбакс. Моя любимая Пэша. Пока еще не моя, и еще одна на выбор. Песель. А вот есть Урбан Фэр. Очень дорогой магазин, где можно также и покушать. Видите, там кофебар, ресторан, продуктики свежие, зеленушка, фрукты, овощи. Вот такие хорошие, приятные места. Можно водички, перо не выпить на площади. Вот я лично люблю вот этот вот джуга-джюс, но меньше чем за 5 баксов там нельзя ничего, в принципе, приобрести. Всякие разные шейки, коктейли. Дальше, естественно, испанское место. Потом, еще чуть дальше. Как же без Subway и Derrick Queen? Никак. Сейчас проходит сезон Taxation. H&R. Это не то, о чем вы думаете. Здесь не занимаются Human Resources, здесь занимаются налогообложениями. Ребят, давайте на Happy Hour зайдем, нет? Еще одно кафе. Мамма миа, куда же столько? Чтобы не быть голословной, вот вам менюшка итальянского места. Ну, не очень дешево. Но сердито. По Дэйви стрит, по центральной, есть еще такая сетка, кактус-клаб кафе называется. Очень ее любят местные, но ничего особенного, если честно. Очень тоже популярная кофейня J.J. Bean. Вот здесь очень вкусные еще не только кофе, но и какао делают. Здесь тоже народ любит посетить, посоциализироваться, не обязательно. Ну, в России тоже популярная тема. Попил кофе, пошел за замороженным йогуртом. Тут же напротив Glory Juice. А еще можно не париться и сходить на рынок, купить разных интересных продуктов. Мы, например, сейчас, знаете, зачем идем? За кузнечиками. А если повезет, за мукой из кузнечиков. Где много протеина, и мы верим, что будущее за инсексами. На вот этом маркете можно купить вообще все, что угодно. И выглядит все очень цивильно. Просто идеальные полки. Идеальные. Разнообразие фруктов, овощей, как обычно. Всяких разных смузи. Сейчас, кстати, камбуча на полном подъеме. Камбуча, это, если кто не помнит, такой гриб, который мы настаивали в Советском Союзе. Чайный гриб. Мы нашли кузнечиков. Они реально roasted. Смотрите. 56 грамм. 8,50. Меньше, чем 500 рублей. Вау. Ребята, я встретила тут пикаперы в гарбич. Видите, какие у них установки в руках? Волонтеры. Бранч. Субботний бранч в Нубе. Ну, естественно. Органический, полезный для здоровья. Cold press juice plus fuel. Мама миа, скоро откроется. Рамен очень популярный. За 10 баксов огромную тарелку супа можно съесть. Душманское суши, но очень дешевое. Ямамото. Хотите чего-нибудь такого, типа израильского, пожалуйста. 7 баксов, боекомплект готов. Глаза разбегаются, пожалуйста, мандаринская еда. Пожалуйста. Утка. 15 бачей. Японский ресторан. Сашими, темпура, торияки, нудлс и так далее. Пожалуйста, паста. Курнуть хуки надо. Почему? Объяснят внутри. Мне, кстати, нравится пивоварня Стэнли Парка. Все готовятся к Святому Патрику. 17 марта. Напоминаю. А еще одна кофейня. Блендс. Тоже неплохо. Блендс любит учиться в Старбаксе и в Блендсе. Или делать вид, что учится. Я не знаю. Говорят, это пицца номера уно. Ну, выглядит аппетитно. Ребята, я сейчас скажу это слово. Путин. На самом деле Путин. Я не ругаюсь. Стейкхейс хаус. Труфеля. Крутые тачки. Неаполитанская пиццерия. Ну, я не знаю. Мне с выбором вообще тяжело определиться здесь. Тим Хортенс. Папай используется для продажи, естественно, чего? Накачки мышц. Дэйвис Трис знаменита чем? Тем, что поддерживает кого? Сексуальные меньшинства. Вон, поэтому флаги развешаны. Ну, тут название говорит само за себя. Ну, понеслась. Пабы. Грили. Вегетарианские места. Ну, реально, я не знаю, куда пойти. Разрывается мое сердце. На самом деле, конечно, желудок между японской кухней, чисто американской фэтбургер и лучшей шавермой в городе. Окей. Может, пойти вообще туда в Старбакс за кофе? Поддерживаем трансильванские традиции, покупаем булочки, эклеры и так далее. А можем пойти в греческую таверну. Сусские багеты или специальное меню для ланча. 12 баксов. Вообще, может себе позволить любой. Сколько стоит пицца? 2,75 кусочек. Сколько стоит такоса, чуроса и так далее? Пожалуйста. С хорошей стимулирующей музыкой. А я лично ела вот в этом греческом месте. Очень вкусно. Особенно мне понравилось там кушать ягненка. Порции, ребят, порции просто громадные. Город вовсю готовится к 17 марта. Я еще, наверное, 500 метров-то не прошла. Опять Старбакс. А еще, кстати, хорошая такая пекарня, но с завышенными ценами. Кобс Брэд. Но иногда стоит зайти. Действительно неплохо пекут. Смотрите, выглядит прилично. Хлебушек хороший внутри. Запах потрясающий. Вот так вот вынесены на улице при лавке. Смотрите на размеры блубери. Органическая, естественно, это важно. Неорганическую никто покупать не будет. Опять, сколько стоит пицца? Типа вкусная. Типа ями. Я здесь ела. В принципе, неплохо. Но с шавермой гачинской вообще не сравнится. И вы знаете, ребят, очень сильно все подорожало. Очень сильно. Но и очереди отсутствуют из-за этого. Можно за столько поесть. Для любителей ходить в буфеты и набирать полные тарелки, пожалуйста, all you can eat. 15 бакс. Блэнс кофе. На каждом углу практически есть какая-то кофейня. Конкурент. Квебекский путин. Опять рамен койка. Мне очень нравится второе слово. Там вкусно. Maple Leaf Bakery. Такая традиционная канадская штука. Обилие шоколада просто зашкаливает. Мне даже не хочется это пробовать. Вон там палочками чувак пытается зацепить макарошки. Внутренности кухни. Все. Процесс на закушен. Зацвела. Вьетнамская, японская, китайская. Сколько стоит выпивка? Ничего не понятно, но стоит 12 баксов. Даже луизианская еда здесь тоже представлена. Пожалуйста, марокканская еда. Я хотела вам еще корейскую еду представить, если вдруг вы не заметили. Очередь за этими чаями. Ну вот следующее заведение. Блинчики всякие разные. Вьетнамская еда. Очень, кстати, популярны такие вот сэндвичи. Первый макдональд, кстати, за практически час хождения. Ничего не понятно. Пока закрыто. Хоккайдо рамен. Посмотрите на цены. Такую огромную порцию супчика вполне себе за доступные денежки можно приобрести. А мы решили пойти в самурай-суши. И вот что нам принесли на 32 бакса вместе с чаевыми. Очень сытно, довольно безумно. Ну что, друзья, как вы поняли, в Ванкувере можно и нужно покушать вкусно. Особенно там популярна азиатская кухня. И есть огромный выбор всевозможных свежайших суши и так далее, и так далее, и так далее. Прилетайте, приезжайте. Везде свожу, все покажу и очень вкусно накормлю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова